Испанская драма в парламентской ассамблее Совета Европы. Сегодня там выступил король Испании Филипп VI. Визит его прошел на фоне скандала с главой Пасе, испанцем Педро Аграмонтом, из-за его поездки в Сирию. Так принимала короля ассамблея, и какие шансы у скандального председателя все же удержаться в своем кресле? Подробнее в материале. Встретить короля на посту главы Пасе было единственным условием, которое Педро Аграмонт выдвинул депутатам в обмен на обещание добровольно сложить полномочия. Скандальному выходцу из Валенции меньше всего хотелось ударить в грязь лицом перед своим монархом, а такой шанс у него был. Впрочем, обошлось без скандала. Зал встретил монарха аплодисментами, но принимать короля лично Аграмонту не позволили. Заседание вел вице-президент Пасе от Испании. Свою речь Филипп VI посвятил важности соблюдения европейских ценностей. О неудобном положении Аграмонта ни слова. Демократию необходимо защищать, причем все время, ведь именно демократия стоит на страже нашего общества. Демократия, права человека и верховенство права. Это три кита, на которых держится европейское общество. Стандарты, о которых говорил король, никак не вписывается в аяж Аграмонта в Сирию в кампании российских политиков. Так считает большинство депутатов Пасе. Они с начала недели требуют уволить скандального главу. Особенно активна в этом вопросе украинская делегация. Ее поддерживают самые крупные политсилы. Они высказывались за недоверие главе Ассамблеи. Сам Аграмонт, которого подозревают в политической коррупции, превратился в изгоя. Уже несколько дней он не принимает участия в сессиях. Казалось бы, отставка Педро Аграмонта уже практически свершившийся факт. Если он сдержит свое слово, то уже завтра объявит о сложении полномочий, чем создаст прецедент в истории Ассамблеи. Из Страсбурга Ирина Иванова, Владимир Дедов. Подробности Европейское бюро телеканала Интер.